Я хочу прочитать один из текстов. Если у вас есть в Библии, откройте вместе со мною второе послание Фессалонтийца. Второе послание Фессалонтийца. Я буду читать второй главу. Но перед этим, возьму пару минут, прокомментирую. Это послание было написано на проблему, которая возникла в церкви, в церкви Фессалоники. Туда попало или послание, или кто-то принес такую весть, что вот пришествие Господне уже приближается. Это первая была проблема. Но проблема была вторая, что некоторые верующие в церкви Фессалоники неправильно на это отреагировали. Они побросали работы, ничего не делались, а суетились, так написано. И находились, в принципе, на издевении церкви. Возможно, многие параллелозным убеждением, что не нужно работать, зачем это все нужно. А некоторые, возможно, это было выгодно. Не работать, а просто быть на издевении церкви. И вот апостол Павел пишет на эту нужду, в ответ на эту нужду, послание, целое письмо. Интересный момент, что апостол Павел, когда пишет в третьей главе, он говорит, что мы увещевали таких людей, чтобы они все-таки перестали, не так реагировали на весть о пришествии Христа. Нужно продолжать работать и трудиться. Второе, он говорит, когда вы прочитаете послание, и скажете таким людям, и они не послушают. Он говорит очень строгие слова, а таких удаляйтесь, не сообщайтесь. Конечно, не считайте за врага, но уразумляйте как брата. Но если не будете считаться с этим посланием, того имейте на замечание. И как раз с них проблема была, неправильная реакция на весть о пришествии Иисуса Христа. Я хочу сказать, что время от времени такое движение или такой настрой, такая реакция была в церквях или отдельных людях. Скоро пришествие, скоро Господь придет. Зачем строиться, зачем работать, зачем делать, зачем учиться? Я не думаю, что это так правильно. Библия учит, что мы работали тихо, работали правильно, работали хорошо, чтобы даже и другим помочь. Откровенно говоря, я хотел, чтобы, если Христос придет сегодня, я бы очень хотел, чтобы Он застал меня работающим, активно делающим, активно служащим. И я думаю, что это правильно. И вот ответ на эту нужду апостол Павел пишет. Мы разберем несколько текстов из этого послания. Второе послание, Фессалонгийцам, вторая глава. Молим вас, братья, о предшествии Господа нашего Иисуса Христа и нашим собраниям к Ниму. Не спешить колебаться умом, не смущаться ни от духа, то есть не быть перепуганными, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного. Многие богословия утверждают, что кто-то послал послание от имени апостола Павла или одного из апостолов. Будто уже наступает день Христов. И дальше он говорит о признаках или что случится перед тем, как придет Христос. Да не больстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе. И дальше идет перечень. Первое. Прежде не придет отступление. В другом переводе – великое восстание против Бога. И не откроется человек греха. В другом переводе – воплощение зла. Сын погибели. Противящийся и превозносящийся выше всего, называемый Богом и святыней. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что, я обращаю внимание на это слово, что не допускает открыться ему свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будут взяты от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего. До этого места. Я знаю, что вы тоже верите, что мы живем не просто последнее время, но последние дни последнего времени. И реакцию церкви на многие события, которые происходят, совершенно разные. Конечно, события усугубляются. И, конечно, многих они пугают. Но Библия учит, как мы должны на это реагировать. И я хочу обратить внимание на некоторые вещи, которые здесь написал апостол Павел. Во-первых, он придет, говорит, отступление или восстание против Бога. И особенно один текст, который я хочу сегодня прочитать и остановиться. И дальше откроется, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будут взяты от среды или из среды, удерживающей теперь. И ныне вы знаете, что не допускает ему открыться в свое время. Многие события, которые происходят сейчас, мы должны понимать, что они во многом являются отражением действий духовных сил или таинственной силы беззакония. Чтобы понять, о чем здесь говорит апостол Павел, я приведу, надеясь, аналогию, которая есть в послании, то есть в книге Откровения. Помните, после битвы Армагедон, когда Иисус вмешается в эту битву, и будут покорены, поражены народы, которые восстали против Израиля. И дальше на Земле установится тысячелетнее царство. Оно будет уникальным периодом на планете Земля. Чем оно будет уникально? Во-первых, будет власть Господа и Его народа. И дьявол будет связан на тысячу лет. Это настолько повлияет на мир, мироустройство на планете Земля и на людей, даже животные изменятся. Почему? Во-первых, будет власть Христа. И второе, что дьявол будет связан на тысячу лет. И на Земле будет мир и покой целых тысячу лет. Я верю, что это реальных тысячу лет. Но что случится в конце? Я хочу обратить внимание. В конце Библия говорит, что он будет развязан или будет выпущен на свободу. Я верю, это будет по воле Божьей. И как это разница на Земле? Люди вдруг начнут меняться. Они будут подниматься. Внутри начнет у них проявляться бунтарство. И они будут подниматься вместе с бунтовавшей народы, даже в конце 30-летнего царства, и подниматься на Брянь. Почему? Таинственная сила беззакония, которая была связана, она будет развязана. И это полностью отразится на людей, их поведении, их характер. Я приведу, что-то похожее происходит и сейчас. Апостол Павел говорит, что тайна беззакония уже в действии. Но она не откроется полностью во всей силе и могуществе своем. Я не сказал все могущества. Пока не будет взят из среды удерживающей. Конечно, мы не знаем, что такое удерживающий или кто такой удерживающий. Об этом знали фессалоники. Об этом знал апостол Павел. Он просто напомнил. Вы знаете, я говорил вам это. Конечно, большинство богословов склоняется, и я так понимаю, склоняется к тому, что это церковь, которая сдерживает таинственную силу беззакония и греха. Явно, безудержно проявится в реальном мире. И, конечно, самая главная атака сегодня дьявола – это направление на церковь, на святых, которые, помазанные Духом Божьим, могут молитвы и моления противостоять действию духовной силы, таинственной силы беззакония, которая еще больше и больше нарастает, чтобы мощно проявиться в реальном мире. Как она проявляется? Конечно, я верю, что еще здесь что ему мешает открыться? Многие богословы, и я тоже с этим согласен, возможно, это и государственность, которая сдерживает проявление таинственной силы беззакония. Я сказал «может быть», потому что мы не знаем, что это. Об этом знал Фессалоники и знал апостол Павел. Он не написал «что это» или «кто это». Но, возможно, это и государственное устройство. Я верю, что государственность – это Божье установление. Мы, славяне, большую часть воспринимаем государственность как врага, как противника. Но государственность – это Божье установление. И человек, обладающий государственной властью, он Божий слуга. Ему нужно оказывать честь, платить подоги. Он не напрасно носит меч. Он выполняет Божьи работы, сдерживая беззаконие в людях, разложение в людях. Конечно, пока государство выполняет свои функции. Для примера, если вы читали, что произошло в Новом Орлеане несколько лет назад, когда государственная власть или полиция была ослаблена или она не действовала, в течение нескольких буквальных дней там наступил хаос, и пришлось обводить войска, чтобы навести порядок. Понимаете, насколько серьезно изменился мир, даже Америка, если бы еще не имела силу государственность и полиция, которые сдерживают многие проявления греха? Вам нравится, правда же, ездить на фриваях? Спокойно едешь, нормально едешь. Некоторые полицейские учат тикетами, некоторые еще как-то влияют, но все-таки это работает. Вы знаете, я когда попал на Украину, особенно в Москву, там вообще ездят без всяких правил. Я буквально с трудом сидел рядом с водителем, это вообще без правил. Я, знаете, очень поблагодарил американские дороги и полицейских, что они все-таки наводят порядок, и мы можем спокойнее ездить. Потому, мы говорим, сегодня есть удерживающие. Но постепенно таинственная сила беззакония, она больше и больше проявляется в реальном мире. Потому что ослабевает удерживающие в частности государственность. Как она проявляется в реальном мире? Во-первых, что говорит Иисус Христос, объясняя о признаках последнего времени? «Восстанет народ на народ и царство на царство». Во-первых, будут меняться люди. И внутреннее бунтарство, оно будет проявляться в конфликтах между народами и между государствами. Мы много знали конфликтов между государствами. Но заметьте, как часто подчеркивается, между народами. Народ на народ. То есть, нация на нацию. Конфликты будут не только между государствами, но внутри государства. И это будет нарастать. Потому горячих точек, как когда-то была Сирия, Ирак, Иран, сейчас Украина, они будут нарастать. Но что говорит Библия, как на это реагировать? Не бойтесь и не ужасайтесь, ибо это еще не конец. И всему надвижит быть. Но я хочу обратить внимание на одну деталь. Обратите, пожалуйста, это не моя тема, я просто перечисляю. «Услышите о войнах и военных слухах». Заметьте, что влияние конфликтов, которые сейчас горячих точек, они сильны не столько самими конфликтами, сколько информацией о них. Давайте для примера Украина. Там в конфликте задействованы тысячи. А в информационной войне сегодня поражены миллионы. Я повторю эту фразу еще раз. Слухи, военные слухи, много информации. И сегодня мы должны иметь достаточно мудрости, чтобы не быть пораженными, или не быть, такое слово, заведенными внутренней агрессивностью народ на народ. Кого-то презирать, кого-то ненавидеть, кому-то желать зла. Если в нашем сердце возникло такое чувство, мы уже поражены информацией, пропагандой. Поэтому нужно правильно на это реагировать. Мне рассказали, один брат приехал в церковь. Была хорошая церковь. И они вместе собирались, молились, общались между собой. А это была молитвенная церковь. И на одном молитвенном собрании один брат спросил, давайте помолимся за правителей. Как написано? Ну и возник вопрос, за каких? Долго дискутировали, за каких? Церковь разделилась. Потому предупрежу очень конкретно. Пожалуйста, не проглатывайте всю информацию. Не позволяйте отравлять умы и сердца. Не позволяйте внутри быть агрессивным. Сегодня горячие точки, повторюсь, сильны и страшны не только войной, но массовой информацией, которая будет нарастать. И если она заряжает мой ум и сердце, поражает и вызывает агрессию, я являюсь пленником информационной войны, чаще всего очень бесчестных политиков. Библия также говорит, как проявляться будет таинственная сила беззакония. Она будет проявляться во многих вещах. Восстанут многие лжи Христы, лжи пророки. Они будут обольстят или пытаться обольстить многих. Они даже будут давать огонь с неба, то есть какие-то знамения. Всегда были лжи Христы, лжи пророки. Но Библия говорит, что их будет много. Их цель будет обольстить избранных. И главная отличительная часть, когда таинственная сила беззакония будет нарастать, многих лжи Христов и лжи пророков, что они будут обладать сверхъестественной силой и давать сверхъестественные знаки, чтобы привлечь даже избранных за собою. Потому Иисус предупреждал. Не спешите колебаться умом. Не спешите бегать. Не спешите хватать что-то новое. Не спешите проглатывать все это. Это будет очень опасно. Если Иисус говорил, берегитесь, тогда это опасно. Библия также учит, что же случится с церковью или с самими христианами. Он говорит, обращайте внимание, по мере умножения беззакония во многих, когда говорится во многих, это о многих, охладеет любовь. И еще, наблюдайте за собою, чтобы сердца не стали тяжелыми от ожирения, через объедение, пьянство и заботы житейскими, чтобы день тот не застал, ибо он придет как сеть, будут пойманы, живущие на земле. И это то, на что мы должны обращать внимание, сколько сегодня христиан, я думаю, что вас таких нету, но я сколько встречаюсь сейчас, они буквально день и ночь проводят на интернете, вмешиваясь в политику, возмущаясь, ненавидя кого-то, перестали внутри даже иметь покой и мир. Это люди, пораженные всем этим. Это очень опасно. Это не то, что мы должны делать. Конечно, Библия говорит так же, что будут многие проблемы в экологии. Помните, солнце, луне, а на земле уныние народов. Одна из самых отличительных черт, которые повлияют на внутренний мир человека, это страх и депрессия. Уныние и страх. Уныние и страх. Как же реагируют на все события, которые происходят? Давайте я скажу одной фразой. Чем труднее ситуация, тем ближе Христос. Это наша позиция. Это наша уверенность. Мы должны слышать не столько шаги антихриста, но шаги Христа во всех этих событиях. Чем труднее, тем ближе. Потому головы христиан должны подниматься в надежде. Иисус грядет. Избавление приходит. Наша встреча с Ним приближается. Вот так христиане должны реагировать на то, что происходит вокруг, молясь. Конечно, переживая. Конечно, все участвуя. Но внутри мы не должны быть наполнены ни страхом, ни трепетом, ни внутренней депрессией. Такая должна быть реакция на все это. И что говорит апостол Павел дальше? Что еще особенно происходит? Как бы ни были эти все трудности, переживания, просто перечислил. Я хочу обратить внимание на одну из них. Знаешь же, что последние дни настанут времена тяжкие. Почему тяжкие? Кто помнит? Войны? Да. Но не это. Землетрясения? Да. Но не это. Гонения? Да. Но не это. Голод? Да. Но не это. Ужасные явления? Да. Но не это. Ибо люди будут. Самое активное проявление таинственной силы беззакония – это изменение характера человека. Помните, мы сейчас наблюдаем вокруг нас, что происходит в государственности. Я хочу, чтобы мы запомнили одну важную деталь. Когда в государстве издаются законы, которые допускают беззаконие. Я сказал слово «допускают беззаконие» – это признак разложения. Но когда в государстве издаются законы, повелевающие беззаконие – это всегда начало конфликта. Потому конфликты или гонения – это не только где-то в мусульманских странах. Не только где-то происходит. Давление нарастает и здесь. И мы должны правильно на это реагировать. Об этом учит Библия. Но что я хочу обратить внимание сегодня? Это на состояние внутреннего мира человека. Наблюдайте за собой, учил Иисус Христос. Я хочу, что случается с нами, когда мы не бодрствуем, не молимся. Во-первых, мы охладеваем. Наша любовь и ревность по Богу начинают охладевать. И привязанность к земным вещам увеличиваться. Люди начинают привязываться к вещам, которые отдаляют их от Бога и порабощают. Есть один текст из Библии, я хочу ее прочитать. Послание Евреям, 12 глава. Он очень сильный текст. И мы чуть остановимся на нем. Евреям, 12 глава. Апостол пишет такие слова. «Итак, поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий грех. С терпением будем приходить к прилежащей поприще, зирая на начальника совершителя веры Иисуса». Давайте я чуть переведу этот текст современным языком. «Поэтому, имея вокруг себя такое огромное количество людей, устоявших в вере, сбросим с себя всякое бремя или все то, что порабощает и управляет нами». В другом переводе – «все, от чего мы стали зависимы и легко делаемый грех или грех, который мы приняли и стал для нас привычным». Итак, апостол призывает нас и говорит, обратите внимание на огромное количество свидетелей, потому сбросите всякий контроль зависимости и обратите внимание на некоторые вещи, которые стали, возможно, для нас привычными, но они греховными, легкоделываемый грех. Мы, кстати, сделали в Калифорнии на нескольких общениях опрос. В частности, был такой вопрос. Кто из вас борется или попал в зависимость от любого вида контроля или кто борется с зависимостью? Это может быть интернет, это может быть игры, это может быть алкоголь, это много других вещей, которые греховны и не греховны, но они греховны, потому что они обладают человеком. Или простой был вопрос. Есть ли вещи, которые вам не обладают, а вы сбросить не можете? Догадайтесь, какой процент отметили я, раб зависимости? Самый низкий процент – 70. Это нас тревожило. Апостол Павел учит, все мне позволительно, не говоря о греховных вещах, но ничто не должно обладать мною. Даже, возможно, безобидные вещи, но которые мною владеют, они мною управляют. Потому что сама зависимость от них является греховной и разрушительной. Что делают люди, которые попали в зависимость от некоторых привязанностей? Давайте возьмем интернет, возьмем какие-то игровые автоматы или еще что-то в этом роде. Некоторые говорят, я расслабляюсь, но можно кое-что скажу. Некоторые смотрят бесконечный телевизор. Я понял, что возле интернета или телевизора мы не расслабимся и успокоимся. Мы только опустошимся, чтобы уйти еще более опустошенными. Кто-то говорит, я свободен. Я говорю, а сто на три недели? И ты поймешь, сколько ты зависим? Ну а 70% это было очень много. Что делают люди, которые попали уже в эту зависимость и освободиться не могут или не хотят? Сейчас я хочу обратить внимание на очень важную деталь. У них есть два выбора. Или признать проблему и прийти к Богу за свободой. Или попросить помощи извне. Или, послушайте внимательно, оправдывая себя в этом, оставаться в этом. В конечном итоге люди обманывают себя, называя свободными, будучи рабами. И сегодня вот это слово берегитесь, наблюдайте за собою, чтобы не быть обманутым, как другими, так и собою. Потому одно из самых часто повторяющихся слов, когда говорится пророческое слово в Новом Завете о последнем времени, это слово обольщение, обман. Самообман. И это очень важная деталь. Сколько людей говорят, покажи, где написано. А я свободен. Тогда, чтобы не получать освобождение, или когда люди не могут освободиться, они пытаются это оправдать и узаконить, как правильное. Давайте запомним одну важную истину. Все, что мы в себе оправдываем, мы утверждаем. Постепенно утверждая что-то в себе, мы находимся под властью Его. Кто кому отдает себя в рабы для послушания, тот, кто и раб. Сегодня уже сколько мужчин и женщин. После таких тем. Они приходят и говорят, помолитесь на меня. Я даже не знал, насколько я уже привязан и не могу высвободиться, не могу освободиться. Потому апостол пишет в послании евреям. Имей перед собой такое облако свидетелей. Сбросьте себя всякую зависимость. И легкоделамый грех, или грех, которым мы утвердили себя, как привычку. Он стал привычным. Он стал естественным. Но он греховный. Или Библия это запрещает. Или, повторю еще раз, насколько человек привязан к этому, что это разрушает его, потому это разрушительно. Самообольщение или самообман, он чаще все начинается с очень простых вещей. Когда человек ищет оправдание, вместо того, чтобы искать покаяние. Давайте я повторю фразу еще раз. Человек ищет любого оправдания, чтобы не каяться. Любого. И оправдание находится, если человек ищет их усердно. Он начинает оправдывать себя, что он имеет право на это состояние из-за недостатков других людей. Давайте я приведу один только пример. Это пример. Только пример. Мое мнение. Это только мое мнение. Один из самых распространенных сегодня состояний греха. Грех – это не только то, что мы делаем, но это внутреннее состояние сердца и ума. Один из самых распространенных сегодня состояний – это мое мнение. Это грех непочтения. Заметьте, как быстро теряется почтение к святым вещам, к людям, которые Бог поставил над нами в позиции авторитета, допустим, в государственности, в церкви, в семье, в школе. Насколько теряется вот это внутреннее почтение, которое Библия призывает нас почитать. Люди могут оправдывать, но он не достоин почтения. Возможно. Но Бог повелел. Сколько сегодня, допустим, молодых людей, дерзко говорящих с родителями. Сколько ни за что не считается словами отца. Или жены мужей. Или сколько, допустим, сегодня могут члены церкви говорить без почтения за глаза о служителях. Или власть имущих в государстве. Понимаете, что постепенно это внутреннее состояние становится навыком, привычкой, образом мышления, состоянием сердца. Постепенно человек начинает утверждаться в этом состоянии. И когда он слышит такие проповеди, он начинает искать или покаяние, или оправдание. Как-то на одном собрании, я видел одна девочка, лет 12, наверное, прямо после собрания, подошла и начала очень грубо, так дерзко говорить с матерью. Мать подошла, так опущены плечи, высушила его, еще больше опустились плечи и ушла. Я так подошел к этой девочке и сказал, знаешь, почему ты так дерзко говоришь с мамой? Да на то, да на то, на то, на то. Ну, оправдание всегда найдешься, если не хочешь каяться. Потом я сказал, знаешь, если бы я был твоим отцом, и мы жили в Старом Завете, я должен был взять тебя сейчас за руку, отвезти городским воротам и первый бросить камень на поражение. Конечно, их глаза впервые остановились. Она с ужасом посмотрела, и это написал Бог? Конечно же. И Божье отношение к дерзости не изменилось. Потому если мы находимся в непощрении к людям, я говорю даже к Богу с этим вещам, которые Бог поставил над нами, мы находимся во грехе. Независимо, что делают эти люди, мы не все должны одобрять, не все должны оправдывать, мы не все должны принимать, но никогда мы не должны потерять внутреннее пощадание. Сколько сегодня жен дерзят мужьям и не считают их ни за что, но особенно молодежи. Мои сердца иногда разрываются. Ведь в конечном итоге они постепенно костенеют в этом грехе. оправдывают себя любым оправданием. Оставаясь с нем, постепенно этот грех преображает их ум и их сердце. Они привязываются к такому образу жизни. Если человек оправдывает себя в том, что нужно каяться, обязательно, рано или поздно, он выберет грех как образ жизни, как внутреннее состояние ума и сердца. И вот это состояние, состояние, выбранный грех как образ жизни, апостол в послании евреям называет произвольным грехом. Произвольный грех – это не только дело и не столько слово. Это выбранный грех как образ жизни, выбранный грех как состояние сердца и ума, в который человек не собирается, не кается, не останавливается, не изменяться. Вот за такой грех, за такое состояние нету более жертвы, потому что человек в ней не нуждается. Есть только ожидание суда и ярость огня, а то пожрать противников. Я думаю, что сегодня, я думаю, братья, наверное, знают об этом. Мне приходится очень много встречаться с людьми, консультируя. И мне как-то спросили служителей, чем отличаются сегодня вот люди, которые приходят с проблемами, чем они отличаются вот лет 10-15 назад? Знаете, наверное, отношением ко греху. Многие приходят и рассказывают как будто, не знаю, как обычные. А что здесь такого? Все так делают. Понимаете, я как-то смотрел на все это. Ну, старшие люди понимают, о чем я говорю. Раньше, если человек уходил от Бога и делал грех, он почти всегда уходил с церкви. Не устоит нечестивые собрания праведных. Ну, не бывает так. Не должно так быть, по крайней мере. Но знаете, что меня тревожит? Очень сильно. Что сколько иногда людей живут во грехе и комфортно чувствуют себя в церкви. Очень комфортно. Они как-то внутри совместили несовместимое. Совместили храм Божий с идолами. Святость с беззаконием. Они совместили вместе и остались в вот этом состоянии, костяне во грехе. Это уже не просто согрешение. Это обольщение. Согрешившего можно пригласить к покаянию. Мытари и блудники первые идут ко Христу. Но как тяжело обольщенного. Он сидит, философствует. Еще тебя учит. Снисходительно. Тебе неоткрыто, как ему продвинутому. И костяне во грехе. Таким образом, это общая тенденция окружающего мира. Она не должна быть тенденцией христианства. Общая тенденция окружающего мира такая. Все, что мы не можем победить, мы это оправдаем. Мы узаконим. Чтобы не меняться. Если мы в себе оправдываем то, что оправдывать нельзя, мы обманываем себя, утверждая то, что имеет власть над нами. 70% Это очень много. Что случается дальше, когда человек узаканивает и утверждает в себе то, что Библия осуждает? Он попадает в состояние обольщения. Не просто согрешения, а обольщается грехом. Во-первых, апостол послания евреям говорит, что такое сердце человека ожесточается. Он становится глухим в голосе Духа Божьего и Божьего Слова. Он становится нечутким, не мягким к влиянию Духа Божьего, ведущего к покаянию. Он начинает с сердцем ожесточаться и окаменяться сердцем своим. И больше и больше утверждая себя во грехе, оправдывает то, что оправдывать нельзя. Он попадает и идет по пути духовной смерти. Библия говорит ясно, путь от греха к святости. Это путь от безнепадения ко Христу с Богом. Этот путь описан в Библии. Путь вверх, путь к Богу, путь праведности, путь ко спасению. И об этом мы постоянно проповедуем. И этот путь Иисус Христос. Но вы знаете, в Библии также описан и путь назад, вниз. От святости к согрешению. От жизни к смерти. От праведности к беззаконию. И Библия очень предупреждает, что в последнее время именно таким путем, помните, массовое отступление, обольщение или согрешение. Таинственная сила беззакония, которая действует в мире, она влияет на христиан, хотя мы не должны находиться под ее влиянием. И одна из них вещей – это слово обольщение. Что происходит, когда человек дольше и дольше погружается в это состояние, не собираясь ни опыкаться, ни осознавать, ни выходить? Это приводит его к духовной смерти. Так и написано в послании Иоанна. Написаны такие слова. Грех, приведший к смерти. Духовной смерти. Не о том, говорю, чтобы за него молиться. Буквально перед уездом, в течение этих где-то полтора месяца, кажется, три человека, три семьи уже пришли. Пришли женщины. И говорят, что нам делать с нашими мужьями? Они ходили в церковь. Один пришла семья с нашим сыном. Хорошая семья. Что нам делать? Он не просто согрешил. Он не просто грешит. Он официально провозглашает, что он атеист. Один из них был бывший евангелист. И он сейчас использует свои знания Евангелия, чтобы через интернет и другие вещи поручить церковь, разбивать веру и провозглашать атеизм. Разговарившись с ним, он знает хорошо Писание. Он знает, что правильно, что неправильно. Но ум помрачен, приведший к духовному заболеванию, духовной смерти. Он вполне серьезно говорит. Я официально говорю. Я атеист. Я воинственный атеист. Кстати, уже в одном из штатов, я не буду отзывать, где, уже целая группа таких людей, больше еще из церквей, которые открыли свое общение, имеют свое общение и свой сайт. Они распространяют активно свое учение или свои взгляды. Я не хочу сказать, что это что-то пугать или что-то говорить, что это слишком такое особенное. Но Библия говорит, и мы так читали, что прежде придет отступление. Но мы говорим только о пути, который есть вниз. Пути от святости глубоко к падению. Это слова, скорее всего, предупреждения. Итак, давайте вернемся к самому началу. Что Библия говорит об этих вещах? Во-первых, последние дни должны заставить нас еще больше тянуться и жаждать Бога и Его праведности. Больше и больше быть твердым в своем уповании и звании. Не быть перепуганным. Не быть наполнен страхами и репрессией. Не быть наполненным грехом. Тем более не оправдывать себя в тех вещах, которые Библия запрещает. Как бы ни говорили другие люди, не оправдывайте. Если в вашем сердце вы оправдываете грех, вы можете сказать, а где написано? Почему я должен так слушаться? Почему я должен так делать? Мы уйдем на опасном пути. Самообмана. И это очень-очень опасно. Об этом предупреждает Библия. Я бы хотел, чтобы мы могли молиться и просить у Бога помощи за нас и нашей семье. Но опять повторю. Все, что мы видим вокруг и что происходит вокруг нас, как бы трудно ни было, мы не должны быть перепуганными. Мы не должны попадать в депрессию. Это должно заставить нас поднять наши головы и радоваться, что Его пришествие приближается. Помогать себе и другим тянуться к Богу. И как бы ни было внутри тяжело, как бы ни было трудно переступать через все, тянуться к Нему. И еще один момент. Это просто от сердца, как совет. Братья и сестры, я бы очень хотел сохранить свое сердце. Сохраните ваше сердце. Скорым на покаяние. Скорым на принятие облегчения Духа Божьего. Скорым на перемены. Открытым для внутренних перемен, которые Бог делает Духом в наших сердцах. Я верю, что сегодня Бог делает особую работу. Я бываю в многих церквях, и я вижу, как много сегодня христиан, пробужденные от Духа Божьего, всем сердцем и душой тянутся к Богу. Они в молитвах, в молениях предстоят перед Богом. Они жаждут Его возвращения. Я верю, что за такой церковь придет Христос, когда Дух и Невеста скажут «Гряди наш Господь!» Из-за такой жаждущей церкви придет Христос, чтобы взять ее от земли. Иногда Богу нужно разрушить наш земной рай, чтобы мы подумали о небесном. Иногда, возможно, нам нужно привлечь Духом Божьим и обстоятельствами, чтобы мы позвали к Нему и возжаждали близости с Ним. И это нарастает. И я радуюсь, сколько сегодня христиан, которые ждут своего Спасителя, которые ждут Его, не как в Фессалонке все перепуганно, не так, как они, бросая все, ничего не делая, суетясь. Они делают, они работают, они спокойны, они радостны в Боге. И, как сегодня хор пел, они прячутся в имя Господа, который крепкая башня, и там успокаиваясь в Нем, они чувствуют себя совершенно безопасны. если мы думаем, что наш внутренний покой зависит только от внешних обстоятельств, мы скоро его потеряем. Но если наш внутренний покой зависит от близости с Богом, независимо от внешних борь, мы будем находиться в Боге, в Его покое, в Его благодати. И это то, к чему мы стремимся. Слава Богу за это. Помолимся. Помоги, ты сам нам Бог. Хвала тебе за заботу и любовь, твою милость, твою. Хвала тебе за попрещение и благость твое, Господь. Мы благодарим тебя, Боже Иисус. Мы прославляем тебя. Мы прославим имя Твое, Господь, и Бог мой хвала. Хвала тебе за всемовечный Бог. Благословляем Твое имя, Господь. Благословляем Твое имя, Господь. Благословляем Твое имя, Господь. Хвала тебе за всемовечный Господь, Иисус Христос. Хвала тебе в благодарение. Хвала тебе, мой вечный Господь, Иисус Христос. Хвала тебе, мой вечный Господь, Иисус Христос. Благословляем Твое имя, Боже мой. Радуемся в Тебя. Радуемся в Тобою. Мы радуемеся Твоим благом и цветом имени Божьего. Хваля Тебе за Всебогущий, Боже. Благословляем Тебе, Боже. Всемогущий Бог. Хвала Тебе, творец в небо и творец земле, творец в видебу и творец в невидиму. Благословляем Твое имя, Господь. Хвалим Тебе и радуемся в Тебе, Боже. Ты Бог всемогущий, Ты Бог вечный, Ты Бог святой. Ты Бог, который мыл irgendwannсти паре на Университете. Ты милыш и поддерживаешь нас, Господи. Ты милыш, Господи, благословляешь нас, Господи. Ты милыш и помогаешь нам, Господи. Благословляем Твое имя, Господи, Бог мой. Хвала Тебя, вечный Господи, Бог мой, хвала Тебя, вечный Бог. Благословляем Тебя, Господи. Благословляем Твое имя, 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 Благословляем Тв Хвала Тебя, Вечный Бог. Хвала Тебя, Вечный Господь, Иисус Христос. Хвала Тебя, благословляем Твое имя, Боже. Помоги Ты сам, Отец Христос, и Бог мой. Хвала Тебя, Вечный Бог. Бог Всемогущий, Вечный Святой Бог, мы так благодарны, что Ты сотворил нас, и мы Твое творение. Слава Тебе, Господи, за это. Во Христе Иисусе Ты стал нашим спасителем, и мы так счастливы, что Ты нас спас и оправдал, омыл Твоей кровью причисто и вел нас в Свою семью. В Твою церковь, в церковь, искупленных Тобою, Господь. Мы так благодарны Тебе, Господь Иисус. Господи, мы так благодарны, что Ты даешь нам Слово Твое, надежду, Господи Божию, и упование. Мы так благодарны Тебе. Даже среди этих бурь в последнем времени, Господь, которые еще больше нарастают, и по всей вероятности будут нарастать, Господь. Ты хочешь, чтобы мы укрывались в Тебе, в Тебе самом, крепкой башне, и были безопасны, Господь. Ты хочешь, чтобы под теми крыл Твоих мы были безопасны, Господь, Господи, в Твоем покое и в Твоем мире. Благослови нас и нашей семье, Господь, наши дома, наши души и наши сердца. Но также мы просим у Тебя, Господи, помоги нам, Господи, сохранять это бодрствование, Господь, и Твой божественный страх, чтобы правильно реагировать, Господи, на греховные, неправильные вещи, Господь. Помоги нам всегда приближаться к Тебе, Боже. Мы можем, Господи, приблизиться к Тебе только с помощью Твоей, Господь. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Ты Духом Святым, когда Ты в нас, через нас и вместо нас, Господь, приближай нас к Тебе. Помоги нам во всем этом, кто, возможно, отступил, ушел от Тебя, ожесточившись грехом. Всемогущий Бог, коснись Твоей благодатью, коснись Твоим Духом, Господь, коснись Твоим Словом, Божий мой Иисус, пока еще есть это время, Боже, помоги не падать дальше, ожесточаясь, Господи, в упрямстве. Боже, я знаю, Ты говоришь в Писании, что есть границы даже Твоему терпению, Господь, и Ты иногда устаешь миловать, Боже, есть границы, за которыми нету, невозможно обновлять покаяние. Помоги, Господь, Иисус, каждому сердцу не перешагнуть, Господь, границу Твоего терпения. Помоги, Господь, и благослови каждую душу и каждое сердце. Благодарим Тебя за это собрание, за Твое Слово, за прекрасное пение хора, групп, Господь, стихотворение, Господь, за то, что Ты говорил с нашими сердцами, за Твое общение, за Твое присутствие. Мы так благодарны Тебе, Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.